О нововведении федеральные каналы сообщили еще пару недель назад, но тогда новость о том, что в интернет теперь можно будет входить только по паспорту, никто всерьез не воспринял. Законотворцы посчитали, что данная мера усложнит жизнь хакерам, пытающимся скрываться в просторах интернета в общей сети Wi-Fi. Мы решили узнать, что по этому поводу думают горожане. Ну думаю, да, очень даже хорошо. Сами вы готовы свои паспортные данные называть? Ну готова, если мне понадобится. Я ничем плохим не занимаюсь в интернете. Думаю, правильно. Очень много мошенников в интернете. Ну если понадобится, то да. Потому что контроль будет хорошей с паспортом, чем так. Большинство опрошенных поддерживают инициативу властей. Хотя представить хакера, пытающегося взломать правительственные сайты, сидя на скамейке, как-то сложно. Бесплатные зоны в нашем городе находятся в городском парке культуры и отдыха, на молодежной аллее и в различных кафе. Подключиться к Wi-Fi у Баштелла пока что можно без пароля. Как подвести свои объекты под новый закон, они пока не решили. На объектах же Уфанета с 13 числа появились вот такие уведомления. В июне месяце на территории городского парка мы открыли точку бесплатного доступа Wi-Fi. Но буквально на днях наши посетители могли столкнуться с такой проблемой, что у них запросили логин и пароль. Пугаться не стоит. Все пользователи сети Уфанет также могут прийти к нам в парк, ввести в своих гаджетах, мобильных устройствах логин и пароль своего домашнего интернета и бесплатно пользоваться нашим Wi-Fi. Таким образом, чтобы попасть в сеть в городском парке или на молодежной аллее, нужно быть пользователем Уфанета. Директор местного филиала поясняет, с момента принятия закона до вступления его в силу прошло очень мало времени. Его просто не хватило, чтобы продумать все нюансы. К тому же в нем не прописан порядок, по которому должны запрашиваться личные данные граждан. Постановление было опубликовано 31 июля, а действие его началось 13 августа. То есть две недели у нас было, чтобы решить эту задачу. Уфанет такое решение для своих точек придумал. Поэтому пока так. Для гостей нашего города будет какое-то другое решение, чтобы они могли пользоваться услугой бесплатного Wi-Fi. Логин и пароль, привязанный к домашнему интернету, в принципе, уже не кажутся слишком жесткой меры. Тем более, что таким образом Wi-Fi станет доступен и детям до 14 лет, не имеющих паспорта. Но с другой стороны, если интернет-преступники спокойно взламывают сайты, то зайти в бесплатный Wi-Fi под чужим логином для них вряд ли станет проблемой. На злобу дня в соцсетях появились скриншоты взломанного твиттера премьер-министра, наглядно показывающие отношение россиян к несостоятельности данного закона. Продолжение следует...